здравствуйте сегодня мы будем с вами вязать вот такую повязку на голову причем вязать мы будем крючком сейчас вам покажу чуть поближе узор вот смотрите он очень сильно напоминает платочную вязку спицами навязать эту повязку будем именно крючком вязать мы и будем по кругу вот начнем отсюда вяжем 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 по кругу здесь мы делаем перехлёст дальше продолжаем вязать довязываем до сюда и в конце мы соединяем здесь делаем шов вот он так смотрится в растянутом состоянии достаточно малозаметным и в этой повязке в том что она у нас двойная так она смотрится спереди при растягивании вот такой здесь перехлёст эта повязка достаточно простая и в исполнении и смотрится она очень просто из-за этого эффекта и вот как я рассказала что у нас повязка двойная поэтому она будет очень тепленькая будут согревать ваши ушки и она мало того что двойная она двухсторонняя ее можно выворачивать на другую сторону и она будет выглядеть точно так же таким же узором с таким же перехлёстом по размерам конкретно эта повязка по низу у нее примерно около 20-21 сантиметра а высота или ширина где-то около 13-14 сантиметров но вы можете связать ее и пошире и на более большой охват головы она в принципе подходит на охват головы где-то даже 56-58 это из-за того что я вижу из очень эластичной пряжи которая хорошо растягивается вот как раз из такой пряжи я вижу это drop sky это такая цепочка у меня номер те это 19 характеристики у этой пряжи следующие 50 граммах у нее приблизительно 190 метров а по составу 70 74 процента альпака 18 полиамид и 8 процентов шерсть и вижу я повязку крючком номер четыре вы можете использовать любую другую пряжу и любой другой номер крючка подходящий под вашу пряжу и так я сделала первую петлю и конкретно я на ширину повязки 13 сантиметров набираю 55 воздушных петель вы можете набирать любое другое количество которое вам нравится если у вас пряжа чуть более толстая может набирать немножко меньше петель либо вы хотите допустим повязку поуже и так я набрала 55 воздушных петель и буду соединять вязание в круг но для того чтобы соединить его в круг я должна убедиться что у меня цепочка не перекрутиться вот примерно столько будет составлять ширина моей повязки ну примерно минус один полтора сантиметра можете так тоже примерять чтобы понять какой ширины повязки вы хотите вы сложите воздушные петли вдвое и отнимите там один два сантиметра примерно и так теперь я буду соединять вязание в круг для этого мне нужно чтобы моя цепочка воздушных петель не перекрутилась я для этого провожу по ней пальцем и проверяю чтобы не было никаких перекрутов и в первую петлю воздушной цепочки для соединения в круг я провязываю в первую петлю один соединительный столбик вытянула и протянула и так здесь хвостиком потянем чтобы не было дырки и так в круг я замкнула и теперь в каждую петлю нашей воздушной цепочки я вяжу по соединительному столбику начало ряда я не отмечаю потому что мы будем вязать по спирали и это не имеет никакого значения где у нас начало ряда где у нас окончание ряда и вяжем в каждую петлю соединительный столбик и эту петлю протягиваем через петлю на крючке теперь в следующую петлю я ныряю крючком нырнула захватываю рабочую нить вытягиваю петлю и эту петлю протягиваю через петлю на крючке такой столбик называется соединительным именно им мы будем вязать полностью всю повязку пока первый ряд мы протягиваем крючок через петлю и вяжем соединительные столбики и так вяжем пока у нас не закончится цепочка воздушных петель или петель вяжем 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 вот здесь все все провязываем все петли вот до сюда я продолжаю вязать и так я закончила вязать первый ряд буквально осталось мне провязать пару соединительных столбиков и затем я вам покажу как мы будем вязать абсолютно все петли у нашей повязки и абсолютно все ряды итак первый ряд я закончила и дальше у нас начинает смотрите вот сверху у нас идет поближе покажу вот идут нас такие косички вот видите косичка вот косичка вот косичка вот вот это сама косичка когда мы протягиваем крючок под двумя полупетлями мы будем вязать только за заднюю полупетлю все оставшиеся ряды мы будем вязать только за заднюю полупетлю вот сама косичка а вяжем и только за ту полупетлю которая от нас расположена дальше а вязать мы будем все те же самые соединительные столбики но за заднюю полупетлю вязать мы будем столько рядов сколько нам нужно для того чтобы она охватила на наш охват головы на который вы вяжете вот я крючок протянула через заднюю полупетлю и вяжу соединительный столбик крючок протягиваю за заднюю полупетлю вот это задняя полупетля подхватываю нить и одну петлю протягиваю через другую и вот так я вижу то количество рядов которое мне нужно на нужный мне охват головы это количество рядов может быть абсолютно любым исходя из того размера повязки который вы вяжете из той толщины нити которую вы используете так как вязать эту повязку можно из любой пряжи которая вам нравится главное чтобы она не была слишком толстой потому что если очень толстая пряжа то двойная повязка будет довольно массивная и так продолжаем вязать соединительные столбики за заднюю полупетлю вот тоже какое-то количество рядов провязала и теперь мое вязание выглядит так вот сверху у меня идет косичка вот как раз вот сверху видите вот сама косичка а вот сверху идут задние полупетли за них цепляюсь и вяжу соединительные столбики вижу 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 вот так пока выглядит мое вязание и вот продолжаю вязать и вот я провязала достаточно большое количество рядов и у меня здесь приблизительно около 40 сантиметров плюс-минус там 1 2 сантиметра по ширине где-то около 13 13 с половиной сантиметров тоже приблизительно потому что пряжа очень пластичная и она растягивается хорошо как в длину так и в ширину и так нужную нам длину повязки мы связали теперь нам нужно выбрать какое какая сторона узора у нас будет лицевой потому что пока мы вязали мы с одной стороны узор вот такой такими полосочками а если мы вывернем нашу повязку наше вязание на обратную сторону то узор будет выглядеть вот так будет напоминать нам вязание платочной вязкой спицами я за лицевую сторону выберу вот эту вы можете выбрать ту которая вам больше нравится у меня лицевая сторона будет вот этом следующий этап нам нужно сформировать перехлёст делается на этой повязке элементарно просто после перехлёста мы сошьем и наша повязка будет готова а перехлёст формируется вот таким образом смотрите я просовываю руку внутрь чтобы не было удобнее и вот так вот переворачиваю один раз и можно оставить перехлёст именно таким но я хочу еще раз перевернуть и у меня перехлёст будет уже вот таким чуть более объемным если вы хотите стать один переворот оставляете у меня будет два и следующий этап последний это сшивание повязки причем сшивать мы будем сначала сначала вот вот эту вот внутреннюю сторону мы сошьем между собой а потом и внешнюю с внешней чтобы у нас хорошо смотрелся шов и нигде ничего не перетягивала не стягивала я вам покажу два варианта шва в первую очередь мы вот наша последняя петля мы ее закрепим я кстати отрезала нить можно отрезать примерно на расстоянии четыре раза длины того шва который у нас будет я взяла иголку и последнюю петлю я вот так затянула я вам покажу швы которые я использовал но они больше подходят именно для такой очень эластичной пластичной пряжи на которой в принципе мало заметно что если вам этот вариант шва не понравится можете использовать любой другой который вам нравится больше но сам принцип шва и 1 и 2 он похож только мы будем цепляться за разные петли вы можете на образце попробовать посмотреть какой вам шов нравится больше на том и остановиться и так мы будем сшивать причем где наша будет первая петля абсолютно неважно можем для того чтобы понять за какие петли нам шивать нам нужно поближе посмотреть на наш узор смотрите у нас тут идет вот косичка с одной стороны вот сама косичка вот петельки этой косички вот они с одной стороны мы в первом способе сшивания будем цепляться полностью за эту косичку вот эта косичка еще раз вам ее покажу и будем подхватывать именно проходить иголкой под двумя полупетлями вязали мы за одну полупетлю а при этом способе здесь будем цепляться с 2 полупетли а с обратной стороны у нас остался наборный край и там такие петли рисочки от наборного края и будем цепляться за них вот они именно за них и будем цепляться и так за что будем шить разобрались теперь покажу сам принцип сшивания можно начинать с абсолютно любой петли которая вам больше нравится именно в этой повязке это не имеет значения просто немножко изменится перехлёст на пару петель но это здесь никакой роли не играет и так здесь вяжем за косичку здесь за перехлёст точнее не вяжем а сшиваем за наборный край и так вот наша нить здесь выбираем любую петлю которая вам больше нравится можно здесь это как я сказала и влияет на перехлёст но видно этого не будет так я беру эту петлю протягиваю снизу вверх иглу с нитью я пока вам покажу свободно чтобы вы поняли принцип а вы сшиваете сразу достаточно плотно и так вот первая петля которую мы теперь протягиваем сверху вниз за следующую петлю а внизу мы протягиваем давайте поближе протягиваем нить в ту же петлю откуда снизу нить и выходила так называемый трикотажный шов перетягиваем нить теперь внизу идем в следующую петлю вот из эту из этой петли нить выходила значит идем следующую вот следующая петля а здесь возвращаемся в ту же петлю откуда нить выходила вот она сюда шла и через эту петлю уже нить проходила возвращаемся в нее же перетягиваем нить и вот так получается зигзагом таким вот эта петля куда нить выходила теперь идем в следующую а вниз возвращаемся в ту же петлю откуда нить и выходила вот сюда и протягиваем иголку под двумя полупетлями либо полный по-другому сказать за полную петлю за косичку вот у нас здесь петля выходила точнее нить и теперь идем следующую петлю а сверху возвращаемся в ту же петлю откуда нить выходила и вот смотрите получается у нас таким как бы зигзагом идет как будто бы мы имитируем лицевые петли при вязание спицами я сейчас их стяну эти петли чтобы шов у меня хорошо смотрелся а вы сразу сшиваете достаточно плотно подтяну и вот так выглядит наше место сшивания и продолжаем сшивать здесь следующую петлю здесь тоже петлю откуда нить выходила внизу в следующую петлю сверху в ту же петлю откуда нить выходила и вот такое у нас получается место соединения и по такому же принципу сшиваем дальше и так можно сшить абсолютно всю повязку от начала и до конца но если вам такой способ не совсем нравится вам кажется он грубоват вот так он смотрится то можно использовать следующий способ следующем способе вот мы сшиваем полностью здесь вот внутри проходим вот тут сшиваем и доходим до самого конца но если вам такой способ кажется грубоват можно сшить по такому же принципу но внизу сшивать не за всю полупетлю ну как мы как я вам показывала а только за ближайшую полупетлю то бишь не за всю петлю вот давайте я вам покажу вот я подхватываю иголку за ближайшую полупетлю а сверху поскольку у нас там был наборный край мы продолжаем сшивать именно за петлю наборного края следующую петлю сверху а внизу за ту же ближайшую к нам полупетлю то бишь сам принцип сшивания тот же только мы внизу вяжем не за всю петлю а за ближайшую к нам за переднюю полупетлю вот вся косичка как мы вязали в первом способе а здесь мы только сшиваем за ближайшую полупетлю вы попробуйте и тот способ и другой на своей пряже какой вам больше понравится такой используйте не понравится ни один из вариантов можете придумать свой я дальше буду шивать по второму способу вы можете остановиться на первом и так продолжаю сшивать и сшиваю полностью повязку давайте поближе посмотрим вот так в начале смотрится по первому способу сверху по второму на моей пряже разница не сильно заметна но допустим как мы переносим гладком это может быть значительно более заметно поэтому вы смотрите как вам больше нравится и так я сшила по всей окружности повязки и дохожу до самого конца тоже аккуратно сшиваю чтобы не было каких-то утолщений или отверстий и я сшиваю все по тому же принципу которого мы показывала когда мы дошили до самого конца то я закреплю нить вот я дошила вот я смотрю нет ли здесь отверстия нет все хорошо и теперь я закреплю нить закреплю самым обычным узелком моя пряжа позволяет мне это сделать потому что на ней вообще мало что заметно вот я формирую узелок сквозь него протягиваю иглу и затягиваю а теперь когда я крепко затянула я маскирую нить внутри повязки поскольку она двойная и двойная точнее то между двумя слоями видите вот здесь и здесь я протягиваю иглу у меня еще достаточно большой хвостик нити остался это я оставила его больше чем нужно и теперь я так подтяну и здесь ниточку обрезаю вот так теперь выглядит шов поближе достаточно аккуратный и незаметный вот так он смотрится все наша повязка на голову готова спасибо что были со мной подписывайтесь на мой канал и до встречи в новых видео субтитры сделал DimaTorzok и, конечно, это все и субтитры сделал DimaTorzok до встречи